Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео будет все дорого-богато. Мы с вами сегодня будем говорить о самых роскошных, шикарных ароматах. Это видео называется «Шлейф на миллион» и сегодня мы поговорим об ароматах, которые дорого звучат. Именно недорого стоят, хотя, честно говоря, многие из них стоят недешево, но мы будем говорить о дорогом звучании. Я буду очень рада, если в комментариях к этому видео вы будете пополнять и дополнять этот список и рассказывать об ароматах, которые дорого звучат на ваш взгляд. Сегодня я расскажу вам о семи шикарных ароматах. Это видео я снимаю при поддержке интернет-магазина Рандеву и все эти ароматы можно приобрести в интернет-магазине Рандеву. Ссылочки на них вы найдете в инфобоксе и также, как всегда, там вы найдете промокод на скидку 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте Рандеву и работает при покупке от 2500 рублей. Ну что, если вам интересна эта тема, я надеюсь, что эта тема интересна многим, то оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Итак, я начну с аромата, который всегда у меня ассоциировался с роскошью. Он невероятно дорогой по звучанию. Это аммаж Джорни. Он всегда ассоциировался у меня с каким-то невероятно парадным мероприятием. И вы на этом мероприятии не гость. Вы королева, ну или король этого вечера. Все гости собрались ради вас. Красная ковровая дорожка. Все люди шикарно одеты. И по звучанию этот аромат действительно дорогой, обволакивающий, согревающий. Это аромат на тему абрикосов. Абрикосы спелые и, как мне кажется, даже немножко с косточкой. Также здесь есть табак. Здесь есть теплый тягучий мед. Здесь есть немного специй. И замша. Наверное, замша делает этот аромат слегка шероховатым. Но при этом она придает ему вот то самое дорогое звучание. Ароматы Amouage сами по себе, ну практически все шикарные по звучанию. Но мне кажется, что этот звучит дороже, чем другие. Идем с вами дальше. Следующий аромат, который я покажу в этом обзоре, у меня всегда тоже ассоциировался с чем-то парадным. Этот аромат у меня в коллекции очень давно. Но у меня редко к нему тянется рука. Потому что всегда кажется, что этому аромату нужен особый случай. Я говорю про классический Poison или Poison. Кому как угодно. И то, и другое произношение верное. Просто одно произношение с французского, другое с английского. Это Poison или Poison от Dior. Действительно красивый, шикарный аромат с классическим уклоном. Вот вы знаете, недавно я для себя его открыла заново. Я влюбилась в этот аромат в шлейфе. Я поняла, что в шлейфе он звучит не так классически. Не так тяжело. Как близко к коже. И в шлейфе он выдает даже какие-то потрясающие сливочно-фруктовые нотки. А в целом это аромат на тему туберозы. Тубероза или даже туберозище. Она громкая, она яркая. Она ко всему прочему сочетается с копченой сливой и также с корицей. Но очень теплый, яркий, обращающий на себя внимание аромат, который очень-очень дорого звучит. Следующий парфюм, про который я хочу вам сегодня рассказать. Это аромат на тему кожи. И как мне кажется, это самый дорого звучащий кожаный аромат. Не мой самый любимый. У меня другие любимчики. Но тем не менее, если говорить о том, что наиболее дорого звучит, то это мемо французская кожа. Это аромат на тему замши. Даже а не кожи, которая сочетается с розой и цитрусовыми. Очень дорого звучит. Действительно роскошный, шикарный аромат. В дополнение к нему кожаная куртка, кожаная сумочка. И образ сложился просто максимально. Красивый, роскошный аромат. Следующий парфюм, о котором я сегодня хочу рассказать. Он не так давно появился в моей коллекции. Он в золотом флаконе. И цвет флакона ему невероятно подходит, потому что он дорого звучит. Он как слиток золота. Это черная орхидея в концентрации духи. Я снимала видео об этом парфюме в своем телеграм-канале. Кстати говоря, я приглашаю вас в свой телеграм-канал, в свою парфюмерную барахолку и в свою группу распива. И ссылки на все третьи сообщества будут в инфобоксе. Так вот, я рассказывала о нем в своем телеграм-канале, но на своем ютуб-канале я не рассказывала о нем еще ни разу. И сегодня сделаю это впервые. Аромат черной орхидеи. С ним многие знакомы, но дело в том, что именно версия в золотом флаконе, она получилась другой. Определенно есть сходство. Но если аромат в черном флаконе, то есть концентрация парфода у меня ассоциируется с готикой, с мраком, с клепом, с нуарностью, то этот аромат ассоциируется с роскошью. Он более сладкий, он более теплый. Он не такой нуарный. Здесь трюфель, но если там трюфель это грибы, то здесь трюфель кондитерский. Он выдает теплые шоколадные нотки и слегка заслащивает аромат. Также сухофрукты, также теплые ромовые нотки, тягучие, бальзамические. Немного и ланга. И, конечно, не обошлось без пачули. Только пачули здесь, опять же, не подвальные, а колки. В меру колки и пачули. Роскошный, шикарный аромат с потрясающей стойкостью, длинным шлейфом. Если вас всегда пугала мрачность и нуарность черной орхидеи в черном флаконе, то потестируйте обязательно эту версию. Возможно, она вам понравится. Следующий аромат, о котором я хочу рассказать, это аромат от бренда The House of Wood. Во-первых, уже в тысячный раз говорю на своем канале, что я просто в восхищении от этих флаконов. Во-вторых, этот аромат называется он Keep Glass. Я хочу похвалить за шикарный, невероятно шикарный, длинный шлейф. Это аромат на тему манго. Манго, которое очень дорого звучит. Оно сочетается с лактонными, сливочными нотками, также с зеленью и с деревяшками. Ни химические, ни пластиковые фрукты, ни в коем случае. Просто все очень сбалансировано и дорого звучит. Еще один аромат на тему дорогих тропиков, который роскошно звучит, я покажу в этом обзоре. Я не так давно снимала отдельное видео, посвященное этому аромату. Я показывала всю презентацию, коробку и даже кусочек метеорита, который ждал меня в коробке. Это Ксержов Круз Дел Сур 2. Действительно дорогие тропики. Очень красивый, интересный аромат на тему тропических фруктов. Здесь манго, гуава, ананас. Помимо этого, я чувствую теплые шоколадные нотки, которые, наверное, как раз-таки делают эти тропики не такими наивными. Есть слегка что-то сливочное и есть алкогольные нотки. Опять же, в данном случае мы получаем не пластиковые, не химические фрукты, а очень дорого и натурально звучащие. Меня этот аромат переносит в тропические страны, где продают на лотке много разных сочных фруктов. По ним стекает сок, при вас их разрезают. В общем, просто шикарно. И последний аромат, который я покажу в этом обзоре, это тоже аромат от бренда Ксержов. Это Ксержов Наксос. Роскошнейшее звучание. Очень-очень дорого звучит. Причем этот аромат подойдет как мужчинам, так и женщинам. В нем есть лаванды, и многие ароматы с лавандой ассоциируют как мужские ароматы. Но здесь все не так просто. Здесь лаванды сочетаются с медом. И мед все-таки делает этот аромат более теплым, более тягучим. И из-за этого его могут носить и женщины. Также здесь есть буквально пару капель цитрусового сока. Очень сбалансированный, стойкий, яркий. Интересный аромат, который звучит нишево, который шлифит. Действительно роскошная, достойная композиция. Ну что, и на этом все. Я рассказала вам о семи роскошных ароматах. Обязательно рассказывайте в комментариях, с какими из этих ароматов вы знакомы. Что вам нравится, что не нравится. И повторюсь, давайте вместе пополнять и дополнять список шикарных, роскошных ароматов, шлиф которых звучит на миллион. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения. И всем пока-пока.